В Нижнекамске расцвело чудо-дерево. Внешне оно напоминает японскую сакуру. Однако жители дома утверждают, это самый настоящий абрикос. Вопрос, откуда он взялся, в не самом жарком городе России. Впрочем, есть и третья версия ее изложат мои коллеги. Особенно сильный терпкий запах вечером истощает. Очень вкусно пахнет. Венера Тазеева в этом доме живет больше 20 лет. Она и предположить не могла, что под ее окном все это время рос абрикос. Раньше, говорит женщина, дерево не цвело, потому и не обращала на него внимания. Лишь сейчас, когда она покрылась цветами, появилась версия, здесь могут быть ароматные желтые плоды. Однако с такой версией согласны не все. Председатель местного самоуправления Раиля Садыкова уверена, это китайская яблоня. А вот кто его посадил и когда, не помнит. Кто-то говорит, вот Венера Талгатовна сказала, что это абрикос. Но, по моему мнению, это китайское дерево. Но я так думаю. Впрочем, китайская яблоня это или абрикос, говорят жители, не так уж и важно. Главное, что другого такого растения в округе нет. Любоваться на него приходят люди со всего микрорайона. Ведь оно расцвело одним из первых в городе. Лилия Жданова, Лилия Егорова, Илья Челноков. Вести Татарстан, Нижнекамск.